Санья, расскажите, пожалуйста, о психологическом состоянии мам. Потому что проблема серьезная. С чем мамы сталкиваются? Вообще надо понимать, что 4-5 месяцев находиться в реанимации вместе с своим ребенком, ну, как бы это априори сложно. Ну, я скажу на своем примере, так как я являюсь мамой недоношенного ребенка, рожденного на 26,5 недели, 980 граммов. Мне, причем сказали, что это большой вес у ребенка, у вас должен был 500-600. У граммов он весит. Вот. И я, конечно, столкнулась с огромной проблемой и душевного стресса, и психологического стресса. Я не понимала, что будет дальше, и почему это со мной, а что мне делать, будет ли инвалидизация, либо нет. И этот психологический стресс, конечно, он влечет за собой множество негативных таких эмоций. Когда ты закрываешься, ты хочешь просто, не хочешь ничего видеть, абстрагироваться. Но я понимала, что вот, ну, лежит вот такой комочек, и я понимаю, что я не могу ему ничем помочь. То, чем я могу помочь ему, это только вот действительно обучиться, как вовремя, как можно раньше вовлечься в процессы абилитации. Подождите, можно сразу забежать вперед? Сколько сейчас ребенку? 14 лет. Как себя чувствуют? Есть какие-то изменения? Замечательно. Просто я взяла себя в руки, я стала, он у меня спал в машине, ел в машине, мы все процедуры от ипотерапии до дельфинов, где я только с ним не была. И сейчас он у меня занимается адаптивным тайским боксом, говорит на двух языках, английском, французском, ведет занятия, вот, то есть мероприятия. А что самое сложное в тот период, когда все-таки с таким ребенком выписывается мама из роддома и понимает, что процедур должно быть явно больше, чем у доношенного ребенка? Ну и, соответственно, вообще кто может подсказать, что конкретно надо делать, каким врачам обращаться, как часто этим врачам надо показываться, что принимать? Как потом жизнь мамы с ребенком устроена? Ну, во-первых, когда мы выходим из стационара, когда нам уже разрешают, да, в доношенном вот весе выходить, конечно же, у нас маршрутизация от врача. То есть эти рекомендации, которые мы должны соблюдать, потому что у нас метаотвод от вакцинирования, то есть мы должны соблюдать и график, да, вакцин. Поэтому мы должны слушать врача в этот момент, все, что необходимо делать с ребенком, какие проходить с ним консультации, какие программы по реабилитации проходить, мы все это должны соблюдать. Продолжение следует...